Когда мы уже прожужжали немножко все изделие наше, оно у нас на шаблоне 3D, видите, детали, лапки отдельно приваливаются, мы уже можем приступать валять в рулоне, то есть каждую деталь. Здесь я применила вискозу и акрил, чук-чук. Здесь у меня платочек, здесь шерсть овечья, сверху опять же акрил, он даст фактуру интересную. И соответственно мы все это намочили, смылили и сейчас начнем каждую деталь проваливать. Таким образом, вот так в рулончике, потихонечку укатывать, видите, все наше изделие. До этого мы должны были обязательно посадить на шаблон, то есть свалять, прижужжать мошенкой. Отдельно наваляем колени. Периодически смотрим, руками приваливаем, приглаживаем, чтобы у нас все было плотно на шаблоне. Шаблон полностью облегало, облегало наше шерсть, все, что мы разваливаем. Так я буду валять, наверное, в течение часа с несколькими подходами. Ну и вернемся с вами уже, когда будем разрезать и доставать шаблон. Теперь, когда у нас изделие подсело, мы разрезаем и вынимаем шаблон, который у нас внутри. Я это делаю сзади, немножко можно пока подтянуть, потом уже через это отверстие можно набивать нашу будущую игрушечку. У нас крыло вылезло. У нас крыло вылезло, клеилось. Стараемся сохранить тело. И теперь мы уже все наши вот эти, где ребра, мы все обязательно должны провалять. Теперь с вами встретимся, когда я это сделаю. Такой этап называется вымешивание. На этом этапе шерсть тоже подсаживается, уменьшается. Мне пришлось... Субтитры сделал DimaTorzok Теперь у нас изделие свалялось и мы его должны наполнить, набить тряпочками, которые придают форму. И в этой форме набитый гусь, гусь наш, он высохнет. Впоследствии мы эти тряпочки удаляем и набиваем уже таким постоянным материалом для набивки. Ну, кто что использует у нас. Или шерсть это будет. Я буду использовать наполнитель для игрушек. Далее я зашиваю его. И все, можно уже с ним играться. Вот сейчас я беру одну тряпочку и уже в клювик буду потихоньку... Беру толстую спицу и в самый край клюву нашего туда. Я буду пропихивать тряпочку. Когда мы все изделие набьем, мы оставляем сохнуть. Сохнет, как правило, быстро. За сутки все может высохнуть. Встретимся позже. Значит, когда мы его набили, мы его расправляем. В этом виде уже приминаем, придаем споруму. Проверяем все его части, запчасти и сохнуть оставляем. Далее я добавлю глазки. Здесь у меня будут аксессуары. Зашью, когда набью уже наполнителем. И это может быть такая игрушка дома на диване.